Всем привет! Доброе утро! У нас сегодня вторник. Мы счастливы, потому что у нас Слава... Да я себя снимаю. Слава еще в халате с утра, хотя время уже пол одиннадцатого. Но мы полностью расслабляемся. Пока. Сейчас надо завтракать. Второе дело их завтрак, а потом надо будет делами заняться. Дети вчера остались, когда мы были у мамы, ну, Пасху справляли. И они уговорили ее, я их отговаривала, они уговаривали. И все вместе, все-все-все, мои племянницы уговаривали маму, чтобы... Ну, как уговаривали? Мама не так, что не хотела. Ну, просто они сильно-сильно уговаривали, чтобы остаться там на два дня. В этот день остаться? Ну, да. Вчера, чтобы они там остались. И, ну, короче, завтра мы их забирать будем. Сегодня мы целый день одни. В общем, мама свои планы перенесла на другой день. Да. И они остались. Что можно сделать, когда дети посмотрят своими глазами такими, еще и несколько человек. Да. Еще, главное, моя самая младшая племяшка подошла, они уже уезжали, моя сестренка со своими детьми. И она подходит, говорит, к бабушке. Ну, Ома у нас называется бабушка. Говорит, Ома, Льюис и Заму, и Лиле, у тебя останутся ночевать? И таким этим... Мы подумали, что она сейчас скажет, ой, я тоже хочу. А маме, ну, они сегодня уезжают. Глазками стоит, а мама на нее смотрит и не знает, что сказать. Скажет, да. Она обидится, скажет, нет. Короче, мама говорит, а что ты хочешь? Она говорит, ну, они у тебя останутся ночевать. Мама говорит, ну, а что? Ну, говорит, пусть останутся или нет? Она говорит, да, пусть они у тебя останутся. Короче, уговорили все это самое. Ну, мама, она не то, что не хотела, она просто не знала. Она не знала планы у нее, ну, какие планы на сегодня. И отдохнуть все-таки, она готовилась только. И я сама, я говорю, я неспокойная буду, потому что ты это... Готовилась, все, и теперь столько народу, все, мы все уедем, и тебе еще дети на это, трое детей. Ну, она, короче, они все... А, мы будем маме, бабушке помогать, мы будем все делать, ничего ей не надо варить. Мы все сами, все сами будем, только чтобы она осталась. Самое больше уговаривала моего брата, младшая дочка. Она между Люисом и зам... Не, она чуть меньше... Она по возрасту подходит. Младшая замыли, чуть-чуть, на полгода там. Да, и она... Ей очень скучно, она же одна, у нее две старшие сестры, вот их уже друзья, да. Парни есть, и вот ей не с кем просто играть, и она так рада, если кто-то к маме приезжает, чтобы ей было с кем поиграть. Ну, и, короче, уговорили. Ну, и... Я, конечно, немного неспокойно переживаю, мама говорит, не переживай, все будет хорошо, все нормально, говорит. Я говорю, сейчас погода сегодня, у нас погода на улице, плюс... Сейчас уже время пол-одиннадцатого, уже плюс шестнадцать на улице. Короче, сегодня сто процентов будет за двадцать. И вот мы с чумни, руки все в синяках. У нас самый лучший отпуск. Это все еще с работы. Короче, да, отпуск у нас начинается отлично. Мы сколько, правда, рано встали, я не знаю, в семь часов я уже проснулась, в восемь позавтракали, сейчас второй завтрак. Бранч. Я просто кофе попью, а Слава с Пасочкой, мама Паскетова. Сейчас покажу. И это. И надо, короче, пойдем наверх в шифонер, там Славин перепирать. Мой-то я уже перебрала, Славин. Чтобы посмотреть, что есть, что ему надо купить на курорт ехать. И после обеда, наверное, поедем в магазин. Надо нам еще напитки купить, ну, продуктов кое-что сейчас после праздников. И посмотрим, может, или сегодня, или завтра поедем еще где одежду, чтобы докупить ему все вещи, что надо. Я не люблю на последний день все откладывать, мне лучше раньше и потом отдыхать, чем... Ну, короче, вот так. Так что сейчас завтракаем, второй завтрак. И потом немножко делами займем. Слава, руки чешутся на улице, потому что погода обалденная просто. Солнце, тепло, весна. И на улице много-много-много детей. Хорни обрубил. Какие? Деревья. А, соседские деревья хорни обрубил. На нашу сторону заварь. Да ты че? Я их сначала обрубил там, еще осенью. А вот тогда уже некогда было. А сейчас вот так обрубил их. Они всегда находят. Там, видишь, вот эти растения, баночки сделал, большие. Потому что когда осень начинаешь вот так ходить... А, там это... Они как щупальцы туда прям. Велик убери оттуда. Истыгай. Истыгай. Пока я... Пока Слава тут на улице работала, я пела. Много-много пела сейчас. Ну, на часа два. А Слава на улице работает. В общем, да. Наверх мы так еще и не пошли. Пришла весна. В шофонер убираться. Ну, еще и время есть. Че? Пришла весна, оживо, сприказак. Да. А че ты все клубнику повыдирал? А-а-а. А-а-а. А че клубничка? Смотри, что наделал? Это мышка? Откуда ты знаешь? Она нору прокопала. Там дурка. Нору прокопала. Поставил мышеловку туда. А че ты наверх поставил мышеловку? Я еще ничего не ставил. Я поставил сюда, чтобы не забыть. Она в дом там не убежит? Не забежит? Нет. Она прямо, если вот эти камушки... Сыпется, значит, она прямо дотуда дарыва. Пошмар. Провалимся еще. Сверху и под эти. Террасу тоже надо мыть после зимы. Грязно все надо мыть. Че, оживет моя эта гортензия? Она живая, да? Почки, да? Несмотря сколько был мороз. Мы думали, ничего не будет. А вон. Шесть месяц пятер, вот тоже. Мы удерживаем. Почечки. Эта у нас в этом была... Ну, в горшке. А впереди дома у нас она в земле растет. Самые красивые, огромные бутоны. Вентилятор? А будешь новый ставить, да? Эту солнечную батарею, да? Да. Я вот стою в этом без, как сказать, без кофты, без куртки. Мне абсолютно не холодно на улице. Так хорошо вы не представляете. Где? Где? По холоду. О, 20 градусов. 19. 19 градусов тепла на улице. Классно вообще. На выходные еще жарче будет. Ну, жарче. Сейчас не жарко, конечно. Еще теплее, имею в виду. Так классно, не представляете. Неохота. Ну, надо, надо, надо. Надо в шифонире убираться. Иначе нельзя оцарывать. Сейчас быстренько там уберемся. Ну, Слава, пару вещей. Быстро, быстро уберемся. Но все равно так все равно. Ну, прям тянет на улицу магнитом. Обалденная погода, конечно. Ой, блин. По-моему, мясо не разогнили. Я достала мясо на пирожки, Слава. А я же хочу рыбу сделать в духовке. Ну, вот это лякс. Как раз там все для нас с тобой вдвоем, пока мы вдвоем. Потому что если дети приедут, нам на всех не хватит. А пирожки, да, и что? Ну, не сегодня. Пирожки я сделаю, когда дети приедут. Завтра, ладно? Можно сегодня вечером сделать, а завтра уже готовы? Не, я завтра крышу сделаю свежие, чтобы были. Завтра, когда приедут, я какие-нибудь приходы сделаю пирожки. А сейчас я сделаю рыбку в духовке. А завтра тебе? С картошкой и с овощами в этом, овощи на пару разогрею, это, разморожу. Разморозю, разморожу. Погода обалденная. Слава, пойдем гулять. Я уже гуляю. С пользой делом. Да. Хочешь погулять? Там травку не надо вырывать еще. Там нету ничего. Зимой не выросла. Убираться там тебе. Ну, тоже. А ты хочешь гулять. А я в машине могу убраться. Гулять это гулять. Рогулка. Женатые гуляют так же. Через полицайли, кагород и с удовольствием. Если успел до вечера, то надо взялся. Если нет, то гулять будет на случай. Ну и гуляй, а я сама приду. А я мороженое пойду кушать. Без меня. Без тебя. Ты же хочешь до улицы так гулять, работай. Ну ладно, я тогда тоже. А я мороженое приду поеду. Без тебя мороженое приду. Нет, мы вместе к вечеру пойдем, да, Слав? Нет, вечером уже не интересно. Ну давай сейчас. Давай, давай. А я одета, ты не одета. Ты в трико, а я одета. Надо сначала тебе раздеться, одеть рабочую одежду, про пылесосить. Потом переодеться, и будем мороженое пушать. Слышали, да? Как? Да, я про пылесосить сейчас и пойдем сразу. Ладно? Да, договорились. Наконец-то нашли решение. Наконец-то я все сказала. Ты все сказала, и я все сказала. Как хорошо, когда отпуск. Хотя я люблю свою работу, но все равно отпуск тоже люблю. Просто отлично. Тем более попало хорошо. Вот если на той неделе у меня отпуск был у Славы, нам бы не так повезло с погодой, как на этой неделе. На этой неделе должна вся быть очень-очень хорошая погода. И к выходным вообще там 25 градусов, наверное, будет. Все. Мне уже по ночам отпуск снится. Я не знаю, в Турцию. Ладно. Потом перейдем. Мы уже идем домой. Прогулялись. Купили Славе там пару футболочек. Сейчас покажу плавки или купальные шорты, можем сказать, да? Сейчас погуляем футбол, потом пойдем купаемся, да? Чего? Поплаваем. Какой футбол? Какой футбол? Пока я с ней болтала, Слава меня ждал. И дождь. Паш, смотрю, дождь идет. Я с ней разговариваю, тебе по телефону. И дождь идет. Вот. А сейчас вот мы идем. Очень тепло. Вот я тоненькую кофточку только одела. А Слава вечно кутается. Тебе жарко? Ну, мне вот в этой тоненькой мне очень жарко. Ну, у меня конституция такая. У нас там лес рубят. Не рубят, а эти деревья, которые упали. Это пилят, распиливают. Шумят тут на всю. Ивановский. Вон там. А может, они его на своей машине, может быть, они спросили разрешение, что своей пилой приехали, и для себя распиливают, и забирают сами. Да, если тут сейчас... Есть такое. Раньше можно было любому желающему, но сейчас надо учиться на это, иметь документы на это. Да, что ты умеешь этой бензопилой можешь пользоваться. И только так ты можешь спросить, тебе разрешать. Продультик, не продадультик. Да. Это все надо бумажек. Ну, у них есть разрешение, поэтому они работают. Но если на голову упадет, конечно, они сами не работают. Да. Короче, идем уже домой, подходим. Странно. Наверное, машина не работала. Почему? И люди, когда что-то долго мечтают, потом купят, они постоянно ездят. А мы что, не ездим, что ли? Нет, не так часто. Никак не ездят. Да. Ладно, у меня сейчас рука отсохнет. Сейчас буду обед готовить. Решила не с картошкой, а с рисом сделать. Рыбку. Рыбку в духовке, соусом. Я, по-моему, показывала уже. Запеку. И рис отварю отдельно. И брокколи, наверное, сделаю. На гарнир. Покажу вам потом опять. Переключимся. А то у них с рукава отсохнет. Так, мы уже дома. Вот сейчас я выложила эту рыбку вот. Это... Ой, как же она опять называется по-русски. Вот на картинке. Вот такая вот рыбка. Аляска. Зейляксвили. Вот. И сейчас я залью ее вот таким вот соусом. Специально вот для этой рыбы вот такой соус мы покупаем. Наверное, не очень это все полезно или здоровое. Но иногда можно. Мы это в основном делаем тогда с Славой, когда мы с ним вдвоем. Или еще Льюис у нас это любит. Но мы это... Леон и Заму не едят такое. Поэтому я воспользуюсь моментом, когда мы вдвоем и делаю нам вот такую вот еду. Так. Сейчас я наливаю вот сливки. 250 миллилитров. И замешиваю туда вот этот вот такой порошочек. Я его сейчас туда засыплю и хорошо перемешаю. И потом просто залью рыбку и поставлю в духовку. И все. И отварю отдельно рис и брокколи. Вот такой вот порошок. Я его сейчас туда засыплю. и хорошо венчиком перемешаю. Вот я залила. И сейчас ставлю в духовку. Так. Вот хочу показать, что мы купили. Все кроме одного. Ну мы купили всего три футболки и вот такую вот футболку Славе купили на курорт и потом еще в Турцию с собой возьмет. Ой, там рис перекипел. Короче, вот такая вот футболка. Ну такая же, только немножко другой цвет. И такая же, только серая. Вот. Вот три футболки уже купили. Начало сделано. Теперь надо еще штук 15-20. и спортивный костюм надо. Ну вот эти плавки мы купили. Сейчас покажу. И вот такие вот плавки или шорты купальные. Это не плавки. Плавки у тебя другие. Да, здесь ключи можно положить. Ключи, я думаю, где деньги лежат. Так что вот такие. Вот такая вот вкусняшка у нас получилась. Вот рыбка. Соус я налила на рис и брокколи. И так же у меня выглядит. Все. Всем спокойно. Очень хотела сказать. Всем приятного аппетита, кто кушает, смотрит видео. И всем хорошего времени суток. До следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok